Близится премьера анимационного сериала HBO Max, высмеивающего жизнь британской королевской семьи через призму самого юного наследника престола, восьмилетнего принца Джорджа. Судя по трейлеру, создатели проекта не пощадили никого. Досталось и герцогам Сасикским, которые переехали в США после скандального Мэгзита. «Это, наверное, самый маленький дворец, в котором я когда-либо был», говорит мультяшный принц Гарри голосом Орландо Блума. «Ну да, это же квартира», пытается объяснить Меган Маркл, которую озвучивает Кандола Рошад. «Квартира, дворец, я это знаю». Множество маленьких дворцов в одном большом парирует герцог. Досталось и отцу Гарри, являющемуся самым взрослым претендентом на корону. «Я хочу быть королем. У нее уже было достаточно времени. Теперь моя очередь. Я уже давно не маленький мальчик», — эмоционально заявляет принц Чарльз своей супруге Камиле. Но когда из коридора доносится голос Елизаветы II, принц Уэльский тут же меняет свой тон. «Бегу, мамочка». Премьера сериала должна была состояться в мае, но премьеру перенесли из-за смерти принца Филиппа. Или снимать дом. Или проситься на постой к друзьям, если они у герцога Сасекского на родине еще остались. Во время своего последнего визита принц Гарри проживал во Фрогмар-коттедже, который сейчас занимает принцесса Евгения с мужем и сыном, и где у Сасексов имелись свои апартаменты. Но после отъезда принца Гарри в США стало известно, что все оставшиеся во Фрогмаре вещи Сасексов были упакованы и отправлены к ним по постоянному месту жительства, в Монте-Сито. Стало понятно, что Фрогмар полностью перешел в видение Евгения с супругом, и Сасексы там больше останавливаться не будут. Казалось бы, у королевы площадей много. Если внучок, а то и с семейством, решит осветить сиянием своего визита Великобритании уголок метров 250-ти, им бы в каком-нибудь дворце нашли. Оказывается, все не так просто. После всех выходов Гарри и Меган в нынешнем году, ее величество несколько расстроено и опечалено поведением герцогов Сасекских. А заявление блудного внука о том, что он готовит к изданию свои мемуары, первый том которых будет выпущен к платиновому юбилею королевы, а второй после ее кончины, Боже, храни королеву. По словам королевского автора Дункана Ларкомба, заставила королеву тяжело переживать. Она понимает, что ничего хорошего о семье будет не сказано. При этом королева Елизавета искренне не понимает, чем не угодила внучку. То ли в ловушке он себя чувствовал в королевской семье, то ли Меган все еще переживает, что ей тиару Владимирский кокошник на свадьбу не отжалили. С дальнейшей передачей в вечное пользование со всеми комплектами подвесок. И жемчужными, и изумрудными. В общем, погоревала королева, да и решила Гарри больше на порог королевских владений не пускать. Дункан Ларкомб рассказал, ее величество распорядилось, чтобы Гарри и Меган было отказано в размещении во всех резиденциях членов монархии. Данный указ негласный, он не будет опубликован официально, однако все члены семьи оповещены о нем. Предстоящую книгу авторства принца Гарри уже сейчас называют последним гвоздем в крышку грубы его отношений с королевской семьей. Многие обеспокоены тем, какие именно сведения Гарри намерен обнародовать в своей автобиографии и насколько они будут соответствовать действительности. В любом случае, у сторон достаточно взаимных претензий друг к другу, и дворцу есть чем ответить на очередную скандальную выходку, если это будет необходимо. Сенсационное интервью с опрой Уинфри еще весной вызвало волну недовольства среди служащих дворца, поскольку далеко не все были согласны с утверждениями, которые высказывали Гарри и Меган. Теперь же выход книги принца Гарри может стать удобным поводом нарушить молчание. Разумеется, все служащие обязаны соблюдать конфиденциальность членов королевской семьи. Однако по сообщению инсайдера, вполне возможно, что персоналу дворца дадут право дополнять и оспаривать сведения из книги, которые они сочтут неточными. Также есть вероятность, что заявления в пользу короны будут распространяться через третьи лица. Уже сейчас описываются случаи неподобающего обращения Сасекских со своими подчиненными. Сами Гарри и Меган объясняют это тем, что их сделали объектами травли и клеветы. Впрочем, есть мнение, что та правда, которая всплывет на поверхность после публикации книги, может в два счета перечеркнуть жертвенный образ пары. Например, сведения о том, то Мэгзит стал не вынужденной мерой, а продуманным коммерческим ходом. Или отзывы сотрудников о неподобающем обращении со стороны Гарри и Меган. Словом, конфликт с британской королевской семьей только набирает обороты. В марте этого года принц Гарри и Меган Маркл дали большое откровенное интервью Опре Уинфри, которое наделало много шума. В разговоре с телеведущей герцогиня соседская обвинила дворец в расизме, в том числе по отношению к ее сыну Арчи. Королевский эксперт Том Куин заявил, в скором времени Меган очень пожалеет о своих сенсационных заявлениях. Я думаю, что после переезда в США у Меган накипело, именно поэтому она рассказала о всех негативных моментах в королевской семье. Сейчас все должно быть иначе, рассказал эксперт в беседе с Дейли Стар. Он отметил, что когда-нибудь Меган осознает свою ошибку и извинится перед членами королевской семьи. Том Куин считает, что в свой предстоящий день рождения Меган сделает первые шаги к примирению с королевской семьей. 4 августа герцогиня отмечает 40-летие и по этому случаю планирует дать новое интервью. Эксперт предполагает, что на этот раз оно не будет скандальным. Я думаю, что позже она поймет, что не должна была так резко сжигать мосты. 36-летний герцог Сасикский выпустит мемуары, за которые ему заплатили 20 миллионов долларов. Откровения принца Гарри, принц Хэри, станут новым ударом по британской монархии. Муж Меган Маркл после сложения королевских полномочий и переезда в США не упускает возможности уколоть своих родственников. Он сделал несколько громких признаний, в том числе дал скандальное интервью Опре Уинфри. Теперь же принц Гарри готовится выпустить автобиографическую книгу. Инициатива опального внука Елизаветы II вызвала возмущение даже у его многолетнего биографа Анджелы Левин. Когда Гарри и Меган уехали в Америку, они сказали королеве, что не будут использовать монархию для зарабатывания денег. Однако их уже не остановить. Гарри не волнует, насколько лицемерным он стал, высказалась Левин. Писательница удивилась, что герцоги Сасикские выразили желание приехать в следующем году в Лондон, когда Ее Величество планирует отпраздновать юбилей, свое 70-летие на троне. Гарри выпустит мемуары как раз в 2022 году. Он приедет сюда только для того, чтобы сделать рекламу своей книги. Ты становишься подозрительным, когда думаешь, что не можешь кому-то доверять. И ты, конечно, не можешь доверять Гарри, потому что он все сливает, продолжил эксперт. Анджела пришла в недоумение от того, что Гарри вообще зачем-то понадобилось написать мемуары. Он получил долгожданную свободу, о которой так мечтал. Единственное, что приходит мне в голову, это то, что он хочет отомстить. Внук королевы сыт по горло ролью запасного наследника. У его старшего брата Уильяма всегда все было лучше, чем у него. Он ходил на чай к своей прабабушке, королеве-матери, чтобы получить первые уроки о том, как быть монархом. Гарри туда не пускали. Его старший брат получал лучшие результаты, чем он в школе, и ему всегда приходилось занимать второе место, заметила она. Меган Маркл показала мужу, что все может измениться. Герцоги Сасекские знают, что могут набрать огромное количество очков, открываясь и говоря всевозможные личные вещи о королевской семье. Гарри видит, что он выигрывает. Выплескивая неприятные комментарии о своих родных, сообщает The Sun. Он покинул королевскую семью. У него есть женщина, в которой он души не чает. Его цель в жизни – сделать ее счастливой. У них двое детей, мальчик и девочка, куча денег, огромный дом с 16 ваннами. Нужно двигаться дальше, призвала герцога его биограф. Левин полагает, что принц Гарри может использовать свою книгу и для того, чтобы назвать истинных виновников смерти его мамы. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Ее младшему сыну тогда было всего 12 лет. Мне сообщили из хорошо информированного источника, что мемуары Гарри будут сосредоточены в основном на смерти его матери принцессы Дианы и на том, кого он обвиняет. Это была ужасная трагедия, добавила она.